Мои витания глядейские аудитории. Меня зовут Юлия Лутвиненко. Я витаю вас из Киева. Я витаю нашего гостя, о якорстве эксперта. Сегодня выступает ему Сергей Жирнов. И вы бачите, также получите сотрудника КГБ. Перейду сразу на... Как это? Слушайте, я недавно пришла к мысли, знаете, о чем, Сергей? О том, что ведь есть английский, а есть американский английский. И вот, пожалуй, у нас, наверное, та же история. Мы с вами поговорим на украинском-русском. Потому что то, как говорят в Москве и в Ростовской области, это заставляет нас задуматься. Итак, Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки. Сергей, я вас приветствую. Я начну сразу с... Здравствуйте, Юлия. Подождите, мне с вами поздороваться. Здравствуйте, Юлия. И привет всем нашим зрителям. Я начну с судьбы, политической судьбы вашего тезки Сергея Кириенко. Я вижу, Медуза озабочена его долюшкой, потому что якобы по их источникам в Кремле в последнее время Кириенко попал в частичную опалу у президента Путина. И дело якобы в идеологических просчетах. Население России плохо поддерживает, как они говорят, специальную военную операцию. Плохо вовлечено в нее. Два сотрудника российских провластных СМИ отчасти подтвердили предположение о том, что Кириенко мог попасть в опалу, по их словах, в последнее время. Руководство просит их лишний раз не подсвечивать замглавы администрации президента. Означает ли это, что все-таки Путин боится вот этих социальных бунтов, недовольных женщин, которые... Матерей, вдов, которые требуют вернуть своих сыновей, которые озабочены теперь бессмысленностью войны в Украине. Вот эти кадровые изменения, к чему они могут привести в Россию? Что бы это значило? Ну, пока еще нет никаких кадровых изменений. Это пока что еще внутренняя борьба в администрации президента. Она, кстати, никогда не останавливалась. Она была всегда. Потому что вы должны понимать, что администрация президента Российской Федерации это огромный аппарат, который сидит там, где раньше был аппарат ЦК КПСС, то есть это на Старой площади, частично в Кремле. Это люди, которых там несколько тысяч, кто-то говорит, даже тысяч пять их там работает, которые подготавливают на самом деле в кулуарах все решения президента Российской Федерации. И строго говоря, вот если говорить о коллективном Путине, то администрация президента вот и есть этот коллективный Путин. Потому что Путин, как вы сами понимаете, человек вообще, который не любит абсолютно работать, ничего не делает сам, никакие бумажки не готовит. Все те бумажки, которые он читает на пресс-конференциях, это все ему подготавливает его аппарат огромный в администрации президента. И этой администрации точно так же, как в аппарате ЦК КПСС, существовали тогда отделы, некоторые из которых были даже под руководством секретарей ЦК КПСС. И точно так же здесь существует отдел внутренней политики, заместителем начальника которого является Кирилл. Плюс у президента есть еще его советники по различным управлениям. И все это дело между собой грызется постоянно, потому что все пытаются навязать какое-то свое собственное видение, все пытаются угадать, что лучше понравится Путину, что больше понравится Путину. Путин сам ничего не делает, но ему представляет разные, кстати, точки зрения, и потом и разруливает между ними, или даже позволяет им грызться между собой, для того, чтобы какая-то точка зрения возобладала. В октябре месяце, в начале октября, в конце сентября этого года создалось впечатление, что в политике наметился некий тренд в преддверии выборов президентских, которым якобы там автоство и приписывали Кириенко о том, что Путин очень невыгодно идти с тематикой войны, с тематикой специальной военной операции, которая, в общем, не так удачно, как всем им хотелось, потому что им хотелось Киев за три дня, а сейчас уже скоро два года, а не то что Киева, но и Харькова даже нету, и Херцона нету, и отступление было, и так далее. Россия перешла в стратегическую, так называемую, оборону, то есть, в общем, пытается прорваться, но ей хорошо бы хотя бы остаться на тех рубежах, где она есть, и считал, что, в общем, эта тематика не очень выгодна, потому что зреет социальное недовольство, зреют бунты на фронте, люди там недовольны, как их кормят, одевают, поют, люди недовольны в тылу, как им выплачивают деньги, гробовые, не гробовые, жены недовольны тем, что у них отняли мужей, сказали, что на три месяца, на четыре месяца, а теперь, говорят, до конца этой войны их не вернут в семьи, там, матери, дети и так далее, все плачут, все недовольны, но деньги вроде как там идут какие-то, вот, но, а с другой стороны, деньги не идут, кому-то не выдают удостоверение, то есть, в общем, там обычно российский бардак административный, и умные люди в администрации президента Путин говорили, что вот это нельзя подавать в качестве превыборной кампании, потому что нельзя продавать войну, как перманентное состояние государства, можно, нужно продавать успехи Российской Федерации, нужно продавать, вот видите, значит, против России санкции, но, тем не менее, она выстояла, она крепится, значит, и вообще становится, цветет, расцветает, экономика прогрессирует и так далее, то есть, ну, нужно продавать позитивную картинку, и говоришь, ну, да, где-то там идет спецоперация, на самом деле, так сказать, это не война, Россия не находится в состоянии войны, и здесь коса нашла на камень, потому что вот это, с точки зрения политтехнологии, абсолютно правильная вещь, не понравилось самому Путину, потому что у Путина в голове совсем другое. Путин – это человек, который рехнулся на войне, который рехнулся на войне с Украиной, который эту войну затеял исключительно для того, чтобы свести счеты с Украиной, которая дважды ему давала политическую пощечину в 2004-2005 и в 2013-2014 годах с Майданами, вот, и Путин не готов был принять эту картинку, он отмалчивался, и эта картинка, на самом деле, вот весь ноябрь, весь октябрь и ноябрь мы ее видели, да, вот отсюда были эти общественные знания, это вот ВДНХ, эти какие-то дети многочисленные, какие-то там, я не знаю, волонтеры и так далее, и все вроде бы казалось, что вот это будет предвыборная кампания. И вдруг выходит Путин, и ожидалось, что 14 декабря, когда создаивается линия, кстати, линия тоже была задумкой этого же управления, что на ней Путин должен был объявить, что он идет на выборы. И вдруг Путин появляется 8 декабря, за неделю до запланированной линии, и говорит, в окружении военных, на каком-то сборище совершенно странном, и где какой-то странный герой из какого-то странного русского предательского Донбасса предлагает ему идти на выборы. Вот это все было видно, что это все пошло не так, как было задумано в управлении внутренней политики президента Российской Федерации. И дальше происходит борьба внутренняя, мы ее почувствовали, что Путин взял бразды правления вот этого в свои руки, и это с точки зрения политтехнологии, на самом деле, проигрышный вариант очень плохо, потому что накапливается какой-то негатив, и вот весь этот негатив, если он идет с войной на выборы, он весь на него и выплеснется рано или поздно в виде каких-то бунтов женских, в виде невыплосенных денег. Это мы видели, кстати, на линии, когда состоялась эта линия, она тоже доказала, что, скорее всего, все пошло не так, как было задумано Кириенко, потому что вопросы были в основном от военных, вопросы были завоеванных, захваченных Россией территорий украинских, и от малых народностей, которые на самом деле получилось так, что никакого большого русского народа, никакого православия не прозвучало на этой пресс-конференции, а прозвучали, наоборот, меньшинства. Национальные меньшинства, завоеванные меньшинства, социально-профессиональные меньшинства, то есть военные. И все идет не по плану, таким образом. И тут же, естественно, родились теории о том, что Кириенко увольняют, бунт в Кремле и так далее. Я вам еще раз поясняю, что это нормальное состояние администрации президента. Там все грызутся между собой, вот 25 лет при Путине, и до этого еще 10 лет при Ельцине. Все так всегда и происходило. То одни к Путину заходят, и он их слушает, то другие, и, соответственно, бардак происходит на публике, потому что метаются, то есть одного решения, то есть другого. Кстати, история с кризисом яичным, есть уже сейчас теория о том, что вообще это тоже внутренняя борьба внутри Кремля, потому что якобы, значит, Патрушев очень сильно давит своего сына, министра сельского хозяйства, чтобы заменить Путина. И вот эта вот история с двойником, там, с умершим Путиным, и с Патрушевым Димой, который, значит, будет следующим премьер-министром, а потом президентом. И вот для того, чтобы его, так сказать, попридержать и папу, и сыночка, создали чуть не искусственно этот яичный кризис, и Путин даже на прямой линии поиздевался над яйцами министра сельского хозяйства и сказал, что у него выясняется, что у него там все плохо, вернее, у него, как он говорил, у него все хорошо с яйцами, а у народа плохо. То есть он противопоставил министра сельского хозяйства народу. И мы поняли, что на самом деле там действительно идет подковерная борьба, и Патрушев, которые якобы там получил даже какие-то борозды власти, который чуть не похоронил Путина 4 ноября, произнеся такую очень мрачную, почти надгромную речь на Путину в прошедшем лице. Так что на самом деле там действительно идет эта банка пауков, в которой пауки, гадюки, жабы и прочие всякие гады между собой грызутся. И вот мы время от времени видим, так сказать, сливы из этой борьбы внутренней мёрзки. Ну, понятно, что да. Кстати, это было весьма и весьма странно, этот фальстарт с объявлением участия президентской кампании, надо было, конечно, всё-таки попридержать до бесконференции, потому как теперь, кроме яиц, обсудить нечего после, по истечению этой прямой линии. Но когда мы говорим о том, что Путин идет в Абанк, это означает, что в пору задуматься о судьбе российской оппозиции. Куда-то непонятно, куда пропал Навальный, судьба его неизвестна, даже появилась информация о том, что он якобы покончил жизнь самоубийством. Подтверждений никаких мы не получили, но и опровержений никаких не было. Вот насколько действительно, боясь вот этой интеграции с какими-то людьми, которые готовы отколоться от команды Путина и с оппозицией, которая находится за рубежом, боится сейчас сам Путин, сам Кремль. Что угрожает сегодня российской оппозиции в изгнании? Ну, оппозиции в изгнании напрямую ничего не угрожает, кроме, я не знаю, каких-то покушений, убийств, отравлений или выкрадывания конкретных ярких личностей в этой оппозиции. Вот, то есть, такие сталинские методы, судоплатовские, я не знаю, эти эйтингоновские, вот, но я думаю, что не дойдет до ледоруба Троцкого, вот, потому что нет такой фигуры, за рубежом, вот, нет очень яркой одной фигуры, которая вот так же, как у Сталина, у Сталина Троцкий это был просто личный враг, потому что Троцкий был идеологом, идеологом антисталинским, причем он был вождем мирового уровня. Троцкизм существует до сих пор, вот, точно так же, как сталинизм кое-где еще существует, а Троцкизм на Западе существует как политическое течение. Оно, конечно, маргинальное, там, это все на уровне статистической погрестности, но, тем не менее, оно не исчезло никуда, так что Троцкий жив и даже после его смерти. Вот, а здесь с Навальным, кстати, все очень просто, на самом деле, я удивляюсь даже, что люди продолжают задавать вопрос, почему пропал Навальный, куда пропал Навальный. Навальный должен был пропасть, потому что Навальный пропадает каждый раз, когда идет подготовка к президентским выборам, и Путин раньше его просто сажал, всегда присаживал административно, пока вот его не посадили в тюрьму, Путин его всегда арестовывал накануне, то есть, в тот момент, когда объявлялась президентская кампания и было там несколько недель, две или три недели на подачу документов, Навального всегда сажали, чтобы не дать ему возможность подать документы нормальным путем, зарегистрироваться в качестве кандидата. Это вот, если вы посмотрите, это все президентские кампании. и Навальный, даже когда он сидит сейчас в тюрьме, он остается политическим деятелем и политическим игроком в Российской Федерации в политике. Больше того, у него даже повысился вес в этом политическом пространстве, и Путин, кстати, я всегда говорил, что Путин в этом смысле тоже полный идиот, потому что он из Навального, кстати, сделал оппозиционера номер один. Именно потому, что он его все время сажал, преследовал, и таким образом у Навального даже и не было этого политического веса раньше, а теперь он есть просто потому, что Путин, и эта фигура, которую Путин ненавидит, которую Путин никогда не произносит по имени, и таким образом Навальный сделал вся Путиным, Путин его сделал своим противником номер один. И Навальный у Путина попытался перехватить инициативу, ему, надо сказать, это удалось. И, кстати, вот это внезапное объявление Путиным о том, что он идет 8 декабря, объявление, что он идет на выборы, оно было как ответ Навальному, потому что Навальный 7 декабря накануне запустил акцию кто угодно, кроме как Путин, и, значит, были расклеены там билборды, повешены, расклеены листовки во многих городах Российской Федерации, и Путин очень сильно этого испугался, и, значит, объявил сразу о своей кандидатуре, и Навальный исчез. Навальный исчез, так как это возможно совершенно в СИНе, в российском, потому что, когда происходит пересылка, то это процесс, который занимал еще в царское время, занимал там, я не знаю, месяцы, пока там переселены с этапа на этап, значит, из тюрьмы в тюрьму, и в этот момент, на самом деле, якобы, по Уголовно-процессуальному кодексу Российская Федерация, в СИН, Министерство инвестиций, не обязаны информировать родственников о том, где находится и заключенный, и даже не обязаны якобы информировать его адвокатов, и даже суды, которые сейчас идут против Навального, они даже вот судей эти не знают, где у них там этот самый обвиняемый, и они вынуждены объявлять приостановки процессов уголовных, которые очередные там идут против Навального. Вот, и Навального Путин просто прячет, пока идет процесс подачи кандидатуры, потому что ему самое главное, чтобы Навальный в этот момент не вышел с каким-нибудь политическим заявлением, не сделал, и не дай бог, не заявил о том, что он тоже является кандидатом, хотя понятно, что ему откажут в этом праве, потому что он осужден по суду, и, соответственно, он поражен в политических правах, он не может быть кандидатом в президенты, в отличие, кстати, от Гиркина, который является юридически невиновным человеком, потому что презумпция невиновности он еще не осужден. Но Навального Путин прячет, потому что Навальный очень важный политический игрок Мальгрей Суа, так сказать по-французски, независимо от самого себя, Путин из него сделал такого игрока, и даже теперь, когда Навального прячут, это тоже идиотизм путинский, потому что на самом деле Навальный еще больше привлекает себя внимание, именно потому что его прячут. И сейчас, кстати, на Западе чуть не каждый день обсуждается этот вопрос, я точно так же говорил, вот я немножко удивлен, что Пригожин пока еще не вернулся в политику, потому что я предсказывал, что Пригожин будет такой тенью отца Гамлета для Путина, даже мертвый Пригожин, тем более, что в общем распускаются слухи, что он не мертвый, что он там в Венесуэле где-то мутит воду, и теперь вот там чуть не война с Гаяной, это то, что там чуть не руки Пригожина, но он мечтает вернуться в Россию и свести со всеми счеты. То есть у Путина на самом деле вот есть такие два потенциальных, очень неприятных ему человека, а даже три с Гиркиным, значит, Гиркин, Пригожин и Навальный, которые ему будут постоянно портить кровь, вот, но Навальный это абсолютно логичная вещь, что он исчез на этот период, потому что Путин просто по-другому делать не умеет, вот, и даже если это, в общем, ему контрпродуктивно и невыгодно, он все равно его будет прятать, потому что просто Навальный ему очень неприятен, и все люди вокруг Путина, которые заведуют, так сказать, несвободой Навального, который его содержат, содержат в местах лишения свободы, они как бы подыгрывают Путину, и вот Навальный исчез из публичного поля. Ну, тут проблема даже с зарубежными союзниками Путина, вот этот неожиданный выход Орбана во время голосования, как вы можете это объяснить, и как долго будет вот этот, чем может обернуться для Европейского Союза шантаж, к которому время от времени Орбан прибегал? Я бы сказал так, что это, я переформулирую ваш вопрос, это чем может обернуться для Венгрии и конкретно для Орбана. Обернется для него тем, что Венгрию попросят из Европейского Союза, потому что Орбан всех достал, Орбан является тормозом для развития Европейского Союза, и Орбан, Орбан, понятно, что теперь Орбан не занимается развитием Европейского Союза, он занимается в основном обструкцией, а если человек сознательно и целенаправленно занимается обструкцией внутри какого-то органа, его оттуда просто выкинут. Сейчас есть уже механизмы, вот нам показали, как можно обойти вето Венгрии, просто там процедурно получается так, что единогласное решение должно приниматься по отношению к тем людям, которые находятся в зале, и то есть достаточно вывести этого Орбана из зала, и 27 голосов, 26 голосов вместо 27, достаточно принять то же самое решение, потому что физически просто его не было, то есть подразумевается, что он и мог бы, может быть, высказаться против, но поскольку его физически не было, значит считается, что Венгрии просто не участвовала в этом голосовании, а поскольку она не участвовала, она, значит, не принимается во внимание. Нашли уже первый механизм. Дальше есть седьмая статья в договоре о Европейском Союзе, которая позволяет, кстати, вообще лишать одного из, одну страну какую-то, которая занимается систематической обструкцией, систематически мешает Европейскому Союзу принимать какие-то решения по, значит, там, по заявке одной трети стран Европейского Союза может запущена процедура о лишении ее права вообще принимать решение по какому-то конкретному вопросу, а дальше может запуститься даже разговор о том, что Венгрия, вот, Великобритания не захотела быть в Европейском Союзе, вышла из него, никаких проблем не было, и все, закончится тем, что Венгрию попросят из Европейского Союза, скажут, если ты хочешь жить как Лукашенко при Путине, ради бога, иди к Путину и посмотрим, как тебе будет лучше житься при Путине, чем при Европейском Союзе, вот, и Орбан, судя по тому, что он вышел во время последнего заголосования и не стал, значит, слишком сильно протестовать, протестовать, он, скорее всего, понимает, чем для него это закончится. Да, это было бы знатное решение выбросить, конечно, да, но какой ценой, да, в конце концов, Орбан должен понести, потому что вот эта безнаказанность, она окрыляет Путина и, значит, его союзников, и, конечно, это было бы весьма-весьма жестоким, на самом деле, Юля, нет, на самом деле, я надеюсь, что там будет немножко по-другому, я надеюсь, что венгры, когда поймут, чем для них это закончится, для венгров, для страны, они просто выбросят сами Орбана, вот я надеюсь, на что. Да, но тут закон или справедливость, да, тут будет такая дилемма, но, тем не менее, мы сейчас поговорим еще об одном очень важном заявлении, которое проанализировали в зарубежные медиа, заявление Путина о якобы неготовности воевать со странами НАТО, они сравнили это с его заявлениями о неготовности воевать в Украине, которые были накануне глобального большого вторжения, и в связи с чем я вижу впервые в истории современной Германии Бундесвера размещает целую бригаду в Литве на восточном фланге НАТО, непосредственно на границе с Россией. Как вы полагаете, к чему все-таки готовится НАТО, учитывая одержимость Путина с желанием заполучить власть, а, как мы уже сказали, может быть, эти выборы будут весьма и весьма нерезультативными и сложными, вот это будет самая сложная путинская победа, если она, конечно, возможна. Ну, во-первых, это будет не путинская победа, а путинская подделка, потому что Путин уже всех достал, и даже внутри Российской Федерации, если бы производили нормальные выборы. Выбор, кстати, это не процесс просто запихивания бумажек в какую-то там в урну или электронное голосование. Выбор, это вся процедура, когда допускаются к процедуре кампании, люди, которые выступают против Путина, дается им доступ на телевидение и так далее и тому подобное, и этого ничего нету. То есть выбор в этом смысле в Российской Федерации их не было никогда. Даже при Ельцине, кстати, в 96-м году выборы уже были подделаны. Вот, и, в общем, это проблема, на самом деле, выхода Российской Федерации из Советского Союза. Россия так и не стала цивилизованной страной, в том числе в политическом плане. Для Путина, конечно, это сложный период, но вообще то, что говорит Путин, это очень условно можно воспринимать на веру, потому что на той же самой пресс-конференции последней, 4-14 декабря, он сказал, что мир в Украине не наступит до тех пор, пока Россия не достигнет всех поставленных перед ней задач. Да, поскольку задачи постоянно меняются и задачи, на самом деле, у Путина полные разгрома Украины, уничтожение ее как нации и, возможно, даже уничтожение украинского народа, поэтому мы довольно часто уже и аргументированно говорим о геноциде украинского народа. В этом смысле воспринимать путинские слова о том, что он не собирается ни с кем воевать, это абсолютно право и право, когда сравнили с тем, что он говорил, что он не собирается нападать на Украину, он говорил, что он не собирается нападать на Грузию, вообще он говорил, что это Украина на него напала, а не Российская Федерация. В этом смысле воспринимать его по фейс цене бессмысленно вообще. То есть Путин всегда лжет, и особенно когда лжет публично. Но планы у него есть, хотя он себе отдает, скорее всего, отчет, что если запустится настоящий механизм натовский, то Россия и близко не сможет ничего сделать, потому что, естественно, если сравнивать экономический потенциал, военный потенциал НАТО, он во много раз превосходит потенциал Российской Федерации. И Путин в этом смысле немножко неправильно оценивает будущее, потому что он воспринимает нынешние проблемы логистические НАТО и Соединенных Штатов Америки в помощи Украине как проблемы логистические блока НАТО. Этого нет на самом деле, потому что я вам напомню, что вам потому и не поступает достаточно вооружения, потому что страна НАТО его придерживает для самих себя. И если на страны НАТО Путин нападет, то вот там никаких ограничений не будет. Там нет никаких ограничений ни по дальности Хаймерсов, ни по дальности Storm Shadow, ни по количеству Хаймерсов, ни по количеству Storm Shadow, ни по количеству танков, которые есть там несколько тысяч, три или четыре тысячи одних только леопардов в Европе. Плюс у Соединенных Штатов Америки есть тоже несколько тысяч танков и так далее. Так что в этом смысле Путин очень сильно заблуждается, что из-за того, что сейчас страны Запада не очень сильно на определенном этапе помогают Украине, то они находятся в каком-то там тупике, что их военная промышленность не работает. Вообще, вы знаете, Юля, сейчас, когда высказываются на темы войны, вот конкретного ведения войны, на организацию, на логистику, надо понимать, что ни одна страна не говорит никакой правды по поводу этого дела. И это не потому, что они плохие, не потому, что они лагуны, а потому, что это война. Ну, кто же будет рассказывать правду о состоянии своем, о том, что собираются делать? Меня очень веселят вот эти истории, когда там к Залужному говорят, а вот там у Залужного нет плана наступления. Ну да, прямо сейчас он вышел, вот, и вам завтра расскажет. Вот у меня такой план, вот я вот сегодня наступаю в этом месте, вот такие-то силы и так далее. Он, кстати, сам уже сказал об этом. Это не шоу, да, сказал он. Это не шоу, это война, да. Ну вот. И то же самое, кстати, и с российской стороны, и с западной стороны. Вот. И надо понимать, что идет информационная война. В этом смысле, кстати, вот я пользуюсь возможностью обратиться к украинской аудитории для того, чтобы она понимала, что ей нельзя все рассказывать, как идет на войне. Нельзя рассказывать никакие планы. И с этим надо смириться. Это надо понимать, что никакое, ни политическое, ни военное руководство никогда не будет вам до конца рассказывать, что делается. И наоборот, кстати, иногда, вот если мы возьмем, так сказать, психологическую войну и пропагандистскую войну, украинскому нынешнему руководству и западному руководству очень выгодно, на самом деле, создавать у Путина впечатление, что все слабые, что все разваливается, ничего не поставляется, все заканчивается, финансирования нет, потому что он тогда расслабится и меньше будет делать танков, и меньше будет покупать каких-то там дронов где-то, потому что скажет, и так этого хватит, потому что и так у него ничего не осталось. То есть на самом деле, в этом смысле, надо набраться терпения и надеяться на то, что профессионалы и в политике в украинской, и, самое главное, на поле боя, вам уже доказали в течение двух лет, что страна, которая была совершенно не готова формально к такой войне, вдруг почему-то уже два года вполне себе успешно защищается и даже отбрасывает этого всесильного врага Вторую армию мира дальше с украинских территорий. Вот пока мы, кстати, с вами говорили, стало известно, что в аэропортах Домодедова, Внукова, Жуковский введен план ковер, все воздушные судна перенаправляют в Шереметьево, вероятнее всего на Москву летят беспилотники, то есть вот это ощущение, что все-таки это не спецоперация, на которую не на проведение этой спецоперации на территории суверенного государства независимого никакого права не имел Путин, поэтому, конечно, ощущение того, что это война, да, и война будет иметь ответную реакцию, вот сейчас придет как осознание для людей, которые будут делать свой выбор, голосовать за Путина или нет. Вы полагаете, что это может быть такое, эти выборы, да, эти выборы могут все-таки перерасти в протесты, в бунты, что-то похожее на то, что было у белорусского президента Лукашенко после проведения выборов? Очень сложно что-то планировать в Российской Федерации, потому что нет никакой социологии реальной, да, потому что, ну, в концлагере трудно спрашивать у заключенных, нравится ли им директор концлагеря, или им не нравится, конечно, нравится всегда, если, особенно если публично спрашивают, да, вот если тайное голосование, то еще могут там что-то там, а вот если публично, то все будут согласны, вот, но мы знаем исторически уже, с Чаушевска в 89-м году в декабре все были согласны, праздновали там какую-то даже годовщину очередную, а через несколько дней он был расстрелян у первого попавшегося забора, у первой попавшейся стены, вот, так что в этом смысле предусматривать очень сложно что-то, я так думаю, что Путин, конечно, сделал очень большую ошибку, я согласен в этом смысле с моими коллегами-политологами, политтехнологами, что он напрасно заявил войну как главную тему своей предвыборной гонки, потому что он на самом деле в этом деле проигрывает, и я так думаю, что украинцы для него приготовили очень ему много сюрпризов на эту предвыборную кампанию, именно для того, чтобы спровоцировать какие-то протесты. Какая будет реакция на протесты, мы тоже не знаем, да, потому что мы не знаем вообще характера протестов, потому что вот женские бунты, например, они могут быть для Путина очень болезненными, потому что разгонять бедных несчастных, так сказать, дам, у которых отняли мужей, братьев и сыновей, и отправили их на войну, даже если эти дамы поддерживают войну, но требуют просто вернуть их мужское население обратно к себе домой, потому что им скучно без мужей, без сыновей и без братьев. Вот, их разгонять довольно политически невыгодно для Путину, и даже очень опасно, потому что если, не дай бог, эти мужья, братья и сыновья с автоматами Калашниковой на танках на фронте, узная, что бедных их жен, матерей и сестер разгоняют где-то ОМОНовцы с дубинками, то они могут сделать пригожинский марш БИС, а именно сняться все, вот всей той группировкой 617 тысяч, о которой сказал нам Путин, с фронта, и пойти делать революцию внутри Российской Федерации, как это было в 1916-17 годах. Так что в этом смысле у Путина опасность есть, конечно. Вот, плюс украинцы, безусловно, готовятся, скорее всего, и вот сегодняшняя новость, которую вы озвучили, а, кстати, и предыдущие новости, потому что мы заметили, что Путин тоже, судя по всему, активизировал атаки на Украину, но Украина к этому была готова и стала активизировать атаки на Россию, потому что уже несколько дней подряд идут атаки дронов, причем по разным областям, причем в том числе, кстати, по областям довольно отдаленно, там говорят даже о Волгоградской области, да, это там Волга, это там полторы тысячи километров, тысячи километров от Украины. И вот, то есть, в принципе, понятно, что здесь будет реакция украинская тоже, и украинская реакция для Путина болезненна, потому что у него кампания идет предвыборная. Пусть даже это картинные выборы, пусть это имитация, пусть это как бы не считается, но все равно считается, потому что ему это все дело невыгодно. Другое дело, что это может быть и, кстати, неоднозначно, потому что когда, допустим, украинские вооруженные силы будут осуществлять какие-то атаки по городам Российской Федерации, это может мобилизовать некий там электорат такой, ядерный условно электорат Путина, и даже вызвать у него какой-то всплеск народной поддержки у определенных слоев. Но здесь очень сложно все говорить, потому что его критикуют, кстати, внутри Российской Федерации со всех сторон. Я вам напомню, там, про Дугина, Малафеева, Гиркина и Пригожина, которые критиковали Путина за то, что он слишком плохо ведет войну, слишком слабо ведет войну, так что в этом смысле там такая бочка пороховая. И то, что происходит внутри администрации президента, тоже говорит, что башни Кремля ведут войну, башни Кремля ведут войну за власть, за бабло, какие-то олигархи распиливают бабло, те, кто распиливает Росбюджет сейчас, который выделяется на военные нужды, они заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. Другие, те, кто потеряли деньги за счет ограничений международной торговли, внешней торговли, они хотят, чтобы это все дело закончилось. То есть на самом деле никто не может ничего сказать, как будут развиваться события в Российской Федерации. И бывает громыхнет, как вот в Казахстане с целыми на газ в январе 1922 года, и там состояла чуть ли не революция, которая позволила, кстати, сделать очень важные шаги внутри и разобраться с кланом Назарбаева и отстранить его полностью от власти. Даже убрали елбаши, название колбаса, из Конституции Казахстана. И вполне возможно, что Патрушев с сыночком и Путина попытаются убрать из Кремля. Да, это, конечно, был занимательный политический сериал, свидетелями которого мы все станем. Спасибо огромное, Сергей, за возможность услышать вашу точку зрения. Спасибо нашей аудитории. Я хочу напомнить, что у вас есть возможность подписаться на наш канал, а не только поставить лайк, оставить свои комментарии и вопросы нашим гостям. Субтитры создавал DimaTorzok